Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на первое число девятого месяца двадцатого года. Официально наступила осень. Для варфа это обычно заминуется возвратом знака гармонии, нагрудного украшения, в честь месяца осведомлённости о лейкемии и лимфоме, типов рака крови. Однако ещё со мной номер двадцать девять описание знака изменилось. Теперь это украшение также содержит память одного из разработчиков, которая недавно умерла от рака крови. Она работала ещё с две тысячи тринадцатого года. Например, благодаря ей появился Вектис и Отсек Арсенала. В честь этого знака гармонии теперь бессрочно добавили в магазин, где его можно купить за один кредит. Раньше нужно было зайти в игру в сентябре для получения этого украшения. Далее по новостям у нас имеется продолжение истории со сменой владельца Warfare. Похоже, что сделка между Layu и Tencent таки состоялась. По крайней мере, об этом накладывает ресурс investgame.net. Что касается официального заявления Layu, то на данный момент запущен некий процесс, который при успешном завершении приведёт к приватизации Layu. При этом Tencent действует не напрямую, а через компанию Image Frame Investment, который полностью владеет. Указано в заявлении, что в случае незавершения процесса смены владельца не будет, так что на данный момент я бы не сказал, что всё уже решено, однако в итоге всё должно пройти гладко. Само заявление появилось 27 августа, так что посмотрим, чего ждать в будущем. По другим новостям, разработчики всё ещё пытаются починить сброс прокачки некромехов. Собственно, по этой причине я и не спешу создавать своего. Также смущает и то, что невозможно установить в меха все моды и при этом максимально их прокачать, даже если прополярить все слоты. Также имеется проблема с гельминтом. Полностью прокормленный гельминт отказывается поглощать фреймов, и разработчики не знают, в чём проблема. Также было отмечено, что на данный момент нет планов на изменение количества ресурсов, которые тратятся на прокорм гельминта. И напоследок отмечу, что для повышения ранга энтрати до пятого, вам понадобится осколок синстекла, который можно купить у бабушки за 20 её символов. Потому советую заранее готовиться к этому. Я бы советовал обменивать символы Отака, Отца и Матери. Их достать довольно просто. Только не забывайте почаще заглядывать к бабушке, чтобы находить интересные предложения по обмену. На этом пока что от меня всё. Потому поздравляю вас с началом осени, учим нового периода и всего остального. Всем всего, всем удачи и всем пока!